Всем привет! А сегодня ко мне на обзор попал очень неплохой микрофон конденсаторный USB FIFINE T669 Это бюджетный микрофон, но он в очень жирной комплектации и стоит он совершенно недорого То есть его может позволить себе практически каждый ютубер который хотя бы там несколько месяцев поработает на ютубе, заработает хоть какие-то деньги В принципе, интересный микрофон в комплектации с поп-фильтрами, с держащей ручкой, с длиннющим кабелем Ну и давайте разберем, что это за микрофон такой, как он работает и сравним его с другими микрофонами, которые я использую для записи собственных видео и посмотрим, насколько он лучше или хуже тех или других микрофонов А сравнивать я буду с другим конденсаторным микрофоном, который вы слышите в последних моих роликах Как вы слышали, там очень хорошее качество записи Я хочу сравнить просто микрофон, который встроен в обычный смартфон потому что там тоже неплохой микрофон Ну и в принципе посмотреть всю эту интересную жирную комплектацию Вот такой вот будет сегодня рекламный обзор Но я думаю, вам его стоит посмотреть, если вы хотите знать все о технических характеристиках и в сравнении с другими микрофонами, как работает этот микрофон Итак, приехал он мне вот в такой коробочке Коробочка большая, потому что здесь, помимо того, что находится сам микрофон здесь еще целая куча других интересных полезных деталек Давайте вместе с вами все это дело будем разбирать Давайте сразу смотреть Ну и вот я уже вижу, тут у нас есть инструкция Пока что она нам не нужна, мы ее попозже потом полистаем, почитаем Вот, мне надо сейчас просто разобрать это все и показать вам, как это выглядит упакованно Так, это поп-фильтр, который крепится непосредственно к креплению, которое будет держаться за наш стол Удобная очень нога, которая позволяет использовать микрофон не на столе, а на весу Плюс она убирает все различные шумы, которые могут исходить, например, от движения на столе, от клавиатуры и так далее То есть это очень удобно Давайте сам поп-фильтр уберу Тут у нас еще какая-то рекламка Так, ну и вот он уже у нас сам микрофон В принципе, довольно неплохая комплектация За свои деньги, я считаю, вообще копеечная Чтобы вы понимали, данный микрофон на данный момент По ссылке, которую мне дал производитель этого микрофона Стоит всего 50 баксов То есть можно заказать за 50 баксов вот этот весь комплект Ну и плюс поп-фильтр В принципе, смотрите сами Комплект довольно-таки неплохой Что тут по комплектации? Давайте посмотрим сразу сам микрофон Вот такой вот микрофончик Кстати, очень хорошо видно диафрагму Сейчас я посмотрю, видно ли вам Да, видно диафрагму Вот она проблескивает И в данном случае диафрагма для такого микрофона не маленькая Я бы сказал, что это среднего уровня диафрагма Даже, наверное, больше к большим Что уже говорит о том, что, скорее всего, запись будет неплохая Но я сразу хочу предупредить о том, что в данном случае это USB микрофон То есть он у нас будет подключаться с помощью USB Так вот интересно, они упаковали, кстати, поп-фильтр Который можно вот сюда вот одеть Давайте его сразу оденем, чтобы он у нас не мешался Как я уже сказал, это USB микрофон Профессионального качества звука у вас не получится Потому что USB не может себе этого позволить Потому что на USB постоянно возникают какие-то шумы Особенно если у вас проблемы с блоком питания, с материнской платой То у вас могут возникнуть проблемы с лишними посторонними шумами Которые, конечно же, можно будет потом в дальнейшем убрать В определенных программах, которые занимаются монтированием звука или видео Но, чтобы вы сразу понимали, что это не профессиональный набор USB он удобен в плане того, что вы легко подключаете данный микрофон К вашему ноутбуку, компьютеру И у вас все работает на лету Вам не нужно ставить никаких драйверов То есть вы подключили USB, микрофон Все у вас работает, вы можете записывать Ничего вам не мешает И в данном случае давайте посмотрим, что у нас есть еще Естественно, вот оно само крепление под держатель В данном случае у нас будет закреплен микрофон вот таким вот образом То есть он сюда вставляется и снизу он у нас закрепляется, закручивается на ногу Ну и, соответственно, тут у нас уже есть сами ножки Которые можно просто сюда прикрутить Самые обычные ноги, которые ставятся на стол В принципе, полезная штука, если вы не хотите использовать вот эту вот ногу Но, в принципе, с ногой намного удобнее Есть у нас зажим для ноги И есть непосредственно сама нога Сейчас посмотрим, что по качеству Как качество, нормальное, ненормальное Так, значит, нога у нас вот такая В принципе, металл довольно-таки прочный И сама нога довольно-таки тяжелая Ну, пружины, я бы так сказал, конечно, они так себе Но, в принципе, само устройство выглядит вполне себе добротно И качество металла обработки нормальное Значит, сильно не экономили Ну, хотя местами тут кое-какие ушки, конечно, слабенькие Но, в принципе, вот это все Вы можете легко закрепить на столе И уже использовать микрофон на весу Что добавляет как минимум плюс 5 баллов к использованию микрофона В принципе, эта нога подойдет и для любых других микрофонов Не только для Fifine Но, в данном случае, мне нравится то, что здесь очень богатая комплектация По комплектации это все И сейчас я вам расскажу технические характеристики данного микрофона И в следующей части видео я уже буду его снимать через несколько дней Потому что я хочу попробовать попользоваться этим микрофоном Снять видео, посмотреть, насколько хуже он или лучше моего микрофона Который есть сейчас у меня Я чуть позже озвучу, что это за микрофон Чтобы мы понимали, может ли звук вот такого уровня быть лучше Или будет он хуже, чем то, что у меня есть Но у меня микрофон значительно дороже Посмотрим, насколько вывезет этот микрофон В принципе, мне дали добро на то, чтобы указать все недостатки данного микрофона Как я сказал, USB это уже маленький недостаток Но зато USB это очень и крайне удобно Держатель отлично держит В данном случае все работает идеально То есть можно поднимать на любую высоту Вот в данном случае я прям очень близко поднимаю Можно опускать на любую высоту То есть все вполне себе работает И сразу же держит без каких-либо проблем Никаких проблем с держанием не возникает Держатель мне нравится Держателя могу его порекомендовать Потому что хоть и пружинки кажутся такими не очень упругими Но на самом деле на вес этого микрофона хватает Ну и в принципе последнее, что осталось делать Это непосредственно подключить кабель USB К этому микрофону и посмотреть уже Как у нас будет этот микрофон выглядеть в подключенном виде Итак, вот он кабель на весу Тоже никаких проблем с кабелем не возникает В принципе все работает идеально Ну и сама мембрана хорошо держит То есть микрофон можно здесь вот так поворачивать Он легко поворачивается Ну и как вы поняли, сейчас будут основные технические характеристики И сравнение микрофона с какими моими микрофонами Это звуковое тестирование конденсаторного USB микрофона Fifine T669. Это звуковое тестирование конденсаторного USB микрофона Samsung с ценой в 2,5 раза более. Это звуковое тестирование петлички аудиотехника, которая тоже стоит в 2,5 раза больше, чем микрофон Fifine. Это звуковое тестирование петлички аудиотехника с шумоподавлением RTX Voice. Это звуковое тестирование конденсаторного USB микрофона Fifine T669 с включенным шумоподавлением RTX Voice. Это звуковое тестирование конденсаторного USB микрофона Samsung с шумоподавлением RTX Voice. Ну а продолжаю я говорить уже с моего микрофона Fifine T669 и хочу спросить у вас, какой из микрофонов вам больше всего понравился. Я имею ввиду по звуку естественно, но не забывайте о том, что Nvidia RTX Voice она устраняет шумы, посторонние шумы, которые могут возникать в вашем звуке. То есть например, если у вас сосед пилит, сверлит что-то за стеной, то в принципе RTX Voice вполне себе нормально справляется с тем, чтобы убрать эти шумы. Кроме того, RTX Voice убирает USB шумы. Ну и в принципе вы уже наверное поняли, что на данный момент, как по мне, очень-очень хорошо отработал свой хлеб Fifine T669. Ну и естественно петличка аудиотехника была тоже на высоте, даже без режима RTX Voice. Но не забывайте о том, что петличка аудиотехника стоит в разы, в разы, в разы дороже, чем Fifine T669. А вместе с Fifine вы еще и получаете целый набор для ютубера. Что не было, например, в моем микрофоне Samsung. Я его тоже в 2,5 раза дороже купил, но там была только подставка на стол. То есть больше ничего в комплектации с микрофоном не шло. Поэтому в принципе мне очень понравился за свои деньги Fifine T669. Он даже как для USB микрофона хорошо работает через USB. Вы не слышали никаких посторонних шумов, даже во время того, когда велась запись именно только самого микрофона, без устранения шума RTX Voice. Ну а с устранением шумов RTX Voice звук вообще получается идеальный. Поэтому можно вполне использовать данный качественный микрофон, потому что он разрабатывается производителем, который все делает только по микрофонам. В общем, мне микрофон понравился, особенно из-за того, что у него есть набор, который можно спокойно использовать дома. В принципе, для тех, кто снимает на ютуб, для тех, кто стримит. Очень удобный наборчик. В общем, ссылочку на этот классный микрофон я оставлю в описании под этим видео. И он реально классный. Обратите внимание, сколько хороших отзывов и сколько заказов этого микрофона на официальном сайте. За эти деньги, наверное, лучше вы ничего и не возьмете. Хотя можете поискать. Плюс очень быстрая доставка в Россию. В общем, здесь вы также сможете найти все технические характеристики, если хотите посмотреть. А все это будет по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Естественно, если вдруг вам нужен микрофон и вы решитесь его заказать, я буду вам очень благодарен, если вы закажете именно по моей ссылке. Надеюсь, это видео было вам полезно. Надеюсь, что теперь вы сможете использовать нормальный, недорогой микрофон для записи ваших видео на ютубе. В общем, смотрите сами. А мне микрофон понравился и следующее видео и уже даже некоторые предыдущие видео уже будут записаны на него. Можете посмотреть мои предыдущие видео, послушать звук там и сравнить, какой звук был ранее и какой звук сейчас стал. Как по мне, с этим микрофоном звук даже стал лучше, чем на том микрофоне, который был у меня в 2,5 раза дороже. Потому что там были просто адские шумы от USB. Возможно, это что-то уже в микрофоне накрылось. Раньше, по-моему, таких, конечно, шумов не было. Хотя, посмотрите мои старые видео, где-то которым 2-3 года. Посмотрите, что там по звуку. Но многие бывало жаловались. Надеюсь, в последнее время жаловаться никто на это не будет. Ну, а на этом всем пока.